Доброго времени суток, Ютуб! Сегодня я хочу выполнить один небольшой-небольшой запрос одной из моих подписчиц. Ее зовут Анюта. Анечка, привет! Она спросила меня, как я ухаживаю за полостью рта, но не только моей, а также моего ребенка. И, конечно же, я с удовольствием выполняю этот небольшой запрос. В принципе, рассказывать особо нечего. Единственное, что хочу добавить от себя, что как бы мы не ухаживали за полостью рта, своей или своих детей, в общем, самый лучший уход за полостью рта – это посещение врача-стоматолога. Начинать нужно как можно более раньше, и хорошо бы искать для детей хорошего врача, который может найти подход для ребенка. Вот у нас есть такой врач в городе, я знаю, к нему достаточно сложно записаться и далеко ехать, но это того стоит. И еще я хочу сказать про наследственность, потому что знаю, что наследственность в деле ухода за зубами играет. Ну, если не первостепенное, то не менее важное значение. Дело все в том, что если у вас хорошая наследственность, если у вас свои зубки очень хорошие, и вы редко посещаете стоматолога, и вы не имеете проблем с зубами, то и ухаживать вы будете, в общем-то, за зубами стандарта. Если же наследственность у вас не очень, как, например, у меня, то хоть ты, я не знаю, золотой пастой чисти свои зубы 2-3-4-5 раз в день, все равно посещение стоматолога выявляет проблемы, и эти проблемы решает уже на месте. Ну, начну, наверное, я со своего ухода. Я перешла на зубные пасты сплат. Вот одна из таких паст у меня есть. Это паста Белка. Мне не нравятся пасты, которые содержат фтор. Я прочитала о вреде фтора, и у меня нет оснований не верить этой информации, поэтому я и моя семья, мы перешли на без фтора содержащие пасты. В данном случае вот такая сплат. У ребенка паста вот такая вот, о чем думает кенгуру. Это тоже сплат, просто здесь мы уже наклеили наклеечку. Вот такая вот маленькая. Я чищу зубы один раз в день, каюсь, да, знаю, что этого мало, но на второй раз меня не всегда хватает, и в принципе я стараюсь это делать, но не всегда получается. Если у меня не получается, то я тогда стараюсь просто хотя бы их прополоскать. Полощу я зубы вот таким вот бальзамчиком, я не знаю, как он называется, ну в общем полоскалка такая вот для лица от компании Amway. Называется она вот так вот, странное название. Надо ее, тут такой вот дозатор есть, надо ее совершенно немного. В общем-то эффект очень сильный, мятный. Чищу зубы я вот такой щеткой от Oral-B. Это электрическая щетка, она работает вот так. В ней сменные головки, то есть раз в три месяца я меняю головку. Кстати, кто придерживается системы Fly Lady, тот может записать себе просто как смена времен года. То есть, например, наступает там осень, да, мы меняем зубную щетку. Наступает зима, мы меняем зубную щетку. Вот я недавно буквально поменяла, хотя не совсем придерживаюсь, но просто мне захотелось пораньше поменять щетку, именно головку к щетке. Я поменяла вот на такую, это какая-то новая. У нее немножко по-другому устроены вот здесь вот ворсинки, чем предыдущая моя была. Я электрическими щетками очень-очень довольна. Мне кажется, что они очищают гораздо лучше, чем обычные, потому что вы делаете движения, а щетка сама по себе делает их еще больше. То есть за две минуты я успеваю несколько раз там пройтись по зубам. И я заметила, что с электрическими зубными щетками и с пастами вот от компании Splat у меня меньше образуется налет на зубах. И мне меньше приходится обращаться к стоматологу за профессиональной чисткой. Тем более, что стоматолог меня постоянно ругает, потому что чистку нельзя делать часто. Это портит эмаль зубов. Но так как эмаль темнеет от воды, от минералов, содержащихся в воде, то я бегала к стоматологу достаточно часто и просила хотя бы мне два зубика почистить, потому что невозможно же ходить с черными или с коричневыми зубами, потому что куда. И мне стоматолог посоветовала сменить на электрическую и отказаться от употребления минеральной воды, особенно которая содержит серебро. И я вот решила сама для себя перейти на другие пасты. Я не пользуюсь отбеливающими пастами, потому что у меня своя эмаль достаточно желтая, потому что я принимала препараты тетрациклиновой группы, соответственно, белее, чем мои зубы есть сейчас, они уже не станут. Ну, их можно, конечно, просто заменить, да. Так как расстояние между зубов у всех разное, кому-то, например, помогают зубочистки, кому-то помогают маленькие такие вот ёршики, да, для межзубного пространства, мне не помогает ничего, кроме вот такой вот зубной нити. У меня, в данном случае, у меня от Oral-B, но я показываю как пример, потому что зубная нить у меня раскидана просто по всему дому. Одна лежит в сумке, одна лежит около компьютера, одна лежит на кухне. Это единственная вещь, которая помогает реально лучше даже, чем чистка зубов, потому что именно межзубное пространство у меня больше всего подвержено кариесу. Ребенкам все намного проще пока, то есть это зубная паста, которую я вам уже показывала, да, и вот такая вот щёточка, которую мы тоже меняем сообразно возрасту. Начинала я использовать такой, мне сейчас нечем показать, напальчник силиконовый у него, маленькие ворсинки, они похожи на мягкие такие вот, на мягкую щёточку, но опять-таки они были сделаны из силикона, они надевались на палец, и я дёсны, ещё тогда зубов у ребёнка не было, но так как они уже лезли, я ему массировала вот этим напальчником, ребёнок просто впадал такой в экстаз, такое приятное состояние, когда ему массировали дёсинки и кусал меня периодически своими дёснами беззубами, он мне кусал за пальчик. Потом я купила наборчик, там была щётка, похожая на щётку настоящую, но на длинной ручке был такой кругленький, как сказать, похоже на барабанчик на такой, и из него были торчали такие вот тоже силиконовые, он как ёжик такой, вот как шарик маленький нацеплен, и такие вот силиконовые колючечки маленькие торчали. Я чистила уже зубы вот этим силиконом, этой силиконовой щёточкой, и к ней же шла обычная щётка, то есть супер мягкая, уже с нормальными, с обычными длинными ворсинками. И вот мы от напальчника потом вот этим шариком уже на ручке, который был насажен на длинную ручку, чистили, и потом стали чистить щёткой, пока без пасты, где-то с года я начала уже чистить с пастой именно. Я покупала пасту, которую можно глотать в случае чего, но ребёнку всегда объясняла, что пасту глотать нельзя. Часть он проглатывал, конечно, как-то не получалось у него, но со временем, мы долго пользовались такой пастой, со временем потихоньку мы приучили к тому, чтобы чистить зубы, я чищу зубы ему, и чтобы он пасту не глотал, а учился рот полоскать. Сейчас, конечно, уже ему 5 лет, с этим проблем никаких нету, я меняю ему щётку так же часто, как и себе. Сейчас вот у нас тоже от Oral-B, вот такая вот с тачками, большая, мне что нравится, очень большая такая ручка, удобная, да, не скользящая, резиновая, то есть я всегда смотрю, чтобы щётка была всё-таки от известного производителя, чтобы щётка соответствовала возрасту. Сейчас, по-моему, у нас вот эти щётки, это, по-моему, от 3 до 6, если я не ошибаюсь. Мне кажется, что вечерняя чистка зубов даже важнее, чем утренняя, потому что после вечернего приёма пищи на большой сон, да, по 8-10 часов, ребёнку важнее почистить зубы, чем, например, утром. К различным ополаскивателям для рта мы его не приучаем пока, я считаю, что это пока не нужно. Зубики у нас расположены, там, у ребёнка достаточно реденько, вот могу сказать, что у нас уже один зуб выпал, да, у нас уже начали меняться зубы, и я слежу за состоянием зубов и периодически показываю ребёнка стоматологу. Но вот сколько раз мы не ходили к стоматологу, столько раз, в общем-то, нас отправляли во свояси, потому что лечить пока нечего. И я надеюсь, что это пока у нас будет длиться долго-долго-долго ещё. Вот, наверное, всё, что я имела сказать по поводу ухода за зубами моими и ребёныша. Спасибо вам большое за внимание. Найдите меня в Твиттере, есть Вконтакте и в живом журнале. Всего вам самого доброго. Пока!